География вкуса Кулинарные секреты Гастрономические шедевры у вас дома Камеры, мотор Кухня народов России Перезагрузка На вкусной карте Russian Travel Guide Северный Кавказ, Кабардино-Балкария Край многонациональный И у каждого народа есть свои традиции И, конечно же, кулинарные обычаи И самое распространенное блюдо Гидлибжи Курица в сметанном соусе С пшеной пастой Итак, курица в сметане Это прекрасное сочетание Только если добавить некоторые ингредиенты То это блюдо заиграет совершенно новыми красками Как проверить, чтобы костей на мясе не осталось? Визуально косточки можно не заметить Поэтому здесь в дело вступают ваши руки Пальцами вы трогаете И, соответственно, пальцы быстро у вас находят Хрящи, маленькие косточки Я нашел здесь хрящик Я его срезаю Прохожу так пальцами Понимаю, что здесь все я лишнее убрал Немножко кожи надо оставить Потому что кожа, это, конечно же, жирок Это золотистая корочка Вот у меня получился вот такой полуфабрикат Готово То же самое я делаю со вторым и с третьим кусочком Прохожу ножом вдоль кости С одной стороны С другой стороны Потом оголяю вот эту вот центральную косточку Вот у меня получается вот такая вот заготовка И теперь дальше вы можете ножом вот так вот спокойно проходить по этой косточке Чем меньше вы мяса ставите на косточки, тем более профессионально вы эту процедуру сделаете Вот так вот я счищаю все то, что мне не нужно Хрящи Где-то я еще чувствовал один Ага, вот он Пальцы вас не подведут Глаза могут подвести, потому что мясо розовое Косточки, хрящики, они тоже светлые А пальцы сразу же вам дадут понять, что отсюда надо вырезать Второй кусочек у меня есть Ну и последний, третий Вообще, на самом деле, что касается этого блюда Почему именно курица? Да все просто, на самом деле Потому что бегает в каждом дворе курочка Конечно, поэтому курица очень распространенное мясо в Кабардино-Балкарии Сейчас, наверное, вы смотрите и думаете А почему бедра? Что за дискриминация грудок? Ребят, куриную грудку в процессе вот этого приготовления можно пересушить А куриное бедро вы не пересушите Наоборот, оно будет жирное, мясистое Поэтому я все-таки здесь рекомендую использовать Как и мои коллеги в Кабардино-Балкарии Куриное бедро, насколько я знаю Кости я не выбрасываю Я сварю из них бульон Я заливаю холодную воду Ставлю быстренько на огонь Потому что все равно мне куриный бульон понадобится Также мне понадобится сотейник для того, чтобы сварить пшеную пасту Я беру пшенку Я заливаю холодную воду Пшенку я промываю Потому что в пшенке может попасться камушки Все, что угодно может быть Смотрите, какая вода мутная, да? Эту воду я сливаю Наливаю чистую И ставлю на плиту Курицу я разделал Я ее убираю Дальше Легким движением руки Доска из грязной превращается в чистую Немного лука добавлю в бульон И теперь мне надо его поджарить Слегка подпечь, да? Для бульона Все делаю максимально быстро Поэтому следите, как говорится, за руками У меня есть еще лук-порей Есть очень интересный способ, как можно подпечь овощи Обычно дома, да? У меня, правда, жена меня за это ругает Я беру прямо на жарочную поверхность и выкладываю овощи Здесь они прекрасно подпекаются Единственное, конечно, остается небольшой след на поверхность Зато очень вкусно, да? Но надо будет помыть Бульон у меня варится здесь Кладу лавровый лист Душистый перец Так И снимаю пенку Все Солить бульон надо всегда в конце Если посолите сразу его В процессе выкипания Соль у вас усилится в несколько раз Есть большой шанс, что бульон у вас будет просто пересолен Тем временем Лук Поджарился Смотрите, какой красавец, а? Вот это лук Хороший, вкусный лук для куриного бульона Все готово, бульон варится Пшенка Как ты себя чувствуешь? Вода уже у нее выкипает Поэтому надо немножко добавить туда жидкости Прям возьму, куриный бульон добавлю сюда Это у меня будет гарнир Поэтому если у меня будет еще пшенка вариться на курином бульоне Она будет просто еще вкуснее Все Теперь курица Я добавляю в куриные бедра соль Я добавляю паприку Это неотъемлемый ингредиент этого блюда Паприка, вот должна быть паприка, да? Масло Масло И добавлю зубчик чеснока Добавляю чеснок Все это хорошо перемешиваю Соль, паприка, чеснок С вашего позволения Хлопья чили Люблю поострей Я думаю, что кабардинцы тоже такие, знаете, жаркие ребята Я думаю, что они не откажутся добавить немножко перчинки И сейчас я буду обжаривать курицу Пока у меня сковородка нагревается Подготовлю лук Потому что лук идет в соус А соус, между прочим, традиционный Соус называется щипс Это сметанный соус с луком и с чесноком Который делается специально для этого блюда Гидлиб же Нарезаю средним кубиком Вообще кабардинцы, мясоеды Овощи, конечно, на столах присутствуют Лук, картофель и чеснок Единственное, конечно, у меня нету картофеля Но я думаю, не страшно Потому что я сегодня варю вот такую замечательную пшеную пасту У меня три процесса одновременно Пшенка, куриный бульон и куриные бедрышки Куриное бедро выкладываю на сковородку Посмотрите, какие крупные куски Вообще в оригинальном исполнении Кладут крупные кусочки Потому что это блюдо такое На праздник его выставляют На большой тарелке Куски курицы обжариваю на сковороде До золотистой корочки Почему надо оставлять кожицу? Потому что кожица, посмотрите, она дает такой золотистый цвет Она дает хрустяшку Плюс из кожи выходит жирок В котором потом эта курица жарится Поэтому надо оставлять обязательно кожицу Для того, чтобы было вкусно и красиво Курица обжарилась до полуготовности Поскольку курица в сметанном соусе Понятное дело, что курица потом дойдет еще До кондиции Выкладываю Выкладываю их в тарелку Масло у меня осталось И теперь на этом же масле я обжариваю лук Вот в этом же курином масле Я обжариваю лук Такой мягкий, сладкий, золотистый Очень вкусный лук будет В это же время Пшенка уже готова Я ее загущаю манной крупой И начинаю активно перемешивать Манка придаст ей однородную консистенцию И потом из этой пасты Так называемой Можно будет делать вообще любую форму Можно делать шарики, кнельки и прочее Я беру сыр Беру терку И добавляю сыр прямо вот сюда Это мой ингредиент, который я решил добавить В оригинальной рецептуре такой истории нету Сыр как раз таки придаст соленый вкус Добавляю сливочное масло Как же это будет вкусно Я перемешиваю очень так активно, потому что она густеет на глазах Ну и по большому счету все Сейчас я попробую Ммм, очень вкусно Все готово Убираю в сторону Приступаю к основному продукту Посмотрите, лук зажарился Томился, я бы сказал, в масле Теперь к этому луку я добавляю муку И начну ее обжаривать до запаха печенья И есть такая даже заготовка у поваров Называется ру Мука, пассерованная на масле И вот такую заготовку добавляете в соус И соус у вас начинает густеть Будет действительно очень вкусным, ароматным и насыщенным У меня получаются вот такие комочки Я могу добавить немножко масла И масло сейчас распустит муку Вот, видите, она начинает расходиться Честно говоря, аромат сейчас пошел именно тот, который нужен Мука уже готова Теперь я добавляю сюда бульон Соуса в этом блюде должно быть очень много Курица просто, знаете, должна захлебываться просто от удовольствия Что она находится в этом соусе Смотрите, как он густеет Поэтому, конечно же, опять бульона Если нет бульона, можете добавить просто воды Или какую-то молочную основу В данном случае я добавляю просто бульон Потому что молочная основа у меня будет в качестве сметаны Которая обязательно должна идти в этот соус Который называется щипс Соль, конечно, я добавлю перец И теперь шпинат Шпинат и курица хорошо с друг другом сочетаются И вот таким образом надрезаю шпинат И просто выкладываю его в соус Шпинат у меня сейчас осядет Я отправляю к курицу Посмотрите, какая красота получается Золотистая, поджаристая курица отправилась у меня в соус Масло сюда же Теперь я ставлю маленький огонек Огонек И добавляю сметану Жирную, хорошую, густую сметану И благодаря тому, что я поджарил немножко муки Сметана у меня стабилизируется Она сейчас у меня хорошо вмешается в соус И теперь у меня получается щипс Может быть, вы скажете, Володя, ну как бы для щипса чесночка-то маловато Но знаете, чеснок хороший Масло пропиталось чесноком, поэтому мне его хватит Теперь можно подождать буквально минут 10 максимум Курица протушится вот в этом соусе И можно подавать к столу Курица Уф, жирненькая Готово Паста Я специально сделал ее густой Для того, чтобы слепить из нее шарики Вы можете сделать ее пожиже, разбавить ее просто бульончиком Здесь вариантов очень много Я вам предлагаю свой вариант Итак, тарелка Посмотрите, какая курица Вот так надо жарить курицу Она даже в соусе осталась Смотрите, какой поджаристый Я выкладываю курицу Раз Второй кусочек, посмотрите, какой тоже Ммм, супер Соуса очень много получилось Но, вы знаете, если даже соуса у вас много А курицы у вас не очень много Этот соус у вас замечательно Съестся Шпинат Сметана Чеснок Лук Бульон куриный Ой, как это здорово все Ммм Это реально вкусно Теперь Паста Я надену перчатки Хотя, вы знаете, если бы я готовил один В темной кухне И меня бы никто не видел Я бы перчатки не надевал И теперь смотрите, что я делаю Я беру пасту И катаю из нее Смотрите, шарики Покажу вам Смотрите Я теперь красиво Так выкладываю на блюдо Катаю вот такие шарики Смотрите, какой гарнир интересный Потому что пшеная паста Кабардинцам всегда Заменяла хлеб И в данном блюде Эта паста играет роль Как раз таки хлеба Который можно макать в соус И получать истинное удовольствие От этого прекрасного блюда Давайте еще один сделаю, наверное За счет того, что добавлен сыр Здесь у меня еще манная крупа Паста очень податливая Очень удобно ее выкладывать Теперь осталось что мне Посыпать паприкой Можно даже тарелочку присыпать Добавлю немного Для остроты сухого чили Можно положить даже немного сыра И сыр с курицей Сыр со сметанным соусом Со сливочным соусом Хорошо сочетается Поэтому можно сделать из сыра полосочки И кладете вот такие вот завитушки из сыра Красиво По-домашнему Аппетитно очень выглядит эта вся история И вот сейчас уже такое блюдо Можно подавать на праздничный стол Если вы хотите, чтобы люди вам стали ближе Приготовьте им гидлибжи Курица в сметанном соусе С чесноком, луком, шпинатом С прекрасной пастой из пшенной крупы Итак, начинаем Курица Посмотрите Видите, она как блестит Это говорит о том, что мясо сочное Не пересушенное В этом сметанном соусе Приступлю к трапезе Теперь, что касается пасты Смотрите, какая она плотная Но в то же время она не сухая Соус намазываю на пасту В этом блюде пшенка для меня Честно говоря, открылась по-новому Я не думал, что пшеную кашу Можно так вкусно сочетать и приготовить Гарнир изумительный Отличный рецепт Кабардино-Балкария Респект вам за такое прекрасное блюдо Желаю приятного аппетита С вами был Владимир Павлов И до новых кулинарных путешествий Я приеду в Кабардино-Балкарию И мне интересно Приготовят ли там вкуснее, чем приготовил я Ждите География вкуса Всем привет! Меня зовут Владимир Павлов И мы отправляемся в кулинарное путешествие На этот раз по России Владимир Павлов Профессиональный повар, бренд-шеф, гурман Но это еще не все Обожает готовить А еще больше есть Традиционные блюда большой страны Никакой окрошки, никакого холодного борча Любит, но знает, как сделать их еще лучше Оригинальные рецепты Кулинарные секреты Гастрономические шедевры у вас дома Камеры, мотор Кухня народов России Новый уровень Перезагрузка На вкусной карте Russian Travel Guide Бурятия Мы будем готовить бурятские бузы Блюду-то 400 лет И какие-то традиции мы нарушать не будем Но все-таки авторский тюнинг Этому блюду я, несомненно, придам Я сделаю начинку из морепродуктов и рыбы А тесто я покрашу в черный цвет Нужно готовить сначала тесто Около 200 миллилитров теплой воды Теперь это чернила каракатицы Когда на каракатицу нападает хищник Каракатица выпускает эти чернила Затуманивает воду И быстро смывается, пока агрессор находится в недоумении, что ему делать Понадобится буквально 10 граммов для того, чтобы сделать натуральный черный цвет Хороший, естественный краситель И посмотрите, вода моментально становится черного цвета Я добавляю, конечно же, соль Куриное яйцо И теперь я добавлю сюда просто муки В общем, это обычное пельменное тесто Ничего в нем сложного нету Добавляю муку Здесь у него около 400 граммов И сейчас, когда у меня будет более-менее однородная масса Я буду уже замешивать тесто руками На самом деле, тесто вы можете покрасить вообще абсолютно в любой цвет Вы можете взять куркуму и сделать тесто желтого цвета Сок от шпината Сделать тесто зеленого цвета Но в черном цвете не встречал подобный рецепт Несмотря на то, что мука все-таки не черная, а светлая Тесто для бус все равно будет черного цвета То есть краска эта, она поглощает всю муку И не бойтесь добавлять муки, она все равно покрасится Наливаю немного растительного масла Хе-хей! Черное тесто готово Можете пугать своих детей, что если они будут плохо себя вести К ним ночь придет черная буза И утащит их в черную-черную юрту Ну и дальше по тексту Тесто готово Теперь мне нужно помыть руки Завернуть тесто в пленку И дать ему отдохнуть буквально 10-20 минут Пока тесто отдыхает, нужно приготовить фарш Слушайте, мне очень нравится сочетание креветки, кальмар Я добавлю еще немного трески Это реально вкусно Креветки хорошо чистить с помощью ножниц Сначала вы разрезаете все креветки, которые вам нужны И теперь что я делаю? Видите? Вот пищевод И одним движением руки вы убираете и пищевод, и панцирь Вот креветочка у вас получается вот такая Я вам не рекомендую выбрасывать панцирь Я рекомендую вам этот панцирь положить в пакетик И убрать в минусовой шкаф в холодильник Потому что когда вы захотите, например, приготовить рыбный суп Благодаря вот этим панцирям можно сделать отличный рыбный бульон Креветки я почистил, теперь креветки нужно порезать Я их сначала так распластаю, а потом уже порежу хаотично Почему я не остановился на фарше, в который пойдет только кальмар и креветка? Дело все в том, что мясо у них суховатое, да, будем так говорить Оно не очень сочное, и для этого как раз-таки я взял треску Потому что треска, рыба достаточно жирная И треска как раз-таки придаст такое, знаете, тело Она свяжет и кальмары, и креветки И поэтому фарш будет насыщенный, и очень вкусный, и сочный На бурятскую кухню в свое время произвели очень сильное влияние китайская и монгольская кухни В Китае есть такое блюдо, как, например, булочки бао Поровые булочки бао, в которые заворачивается мясная начинка, овощная Единственное, что эти булочки делаются из дрожжевого теста Но здесь очень похожая история, как и булочки бао, так и бурятские бузы готовятся на пару На самом деле в различных кухнях есть очень похожие блюда Например, грузинские хинкали Также есть узбекские манты Но, конечно, бурятские бузы отличают от всех этих похожих блюд одно У буз есть открытая верхушка Тем временем я уже заканчиваю нарезку фарша Креветки, кальмар, треска Плюс-минус где-то один к одному я это все сделал Оп! Все это смешиваю и отправляю в чашку Теперь фарш нужно приправить Что я делаю? Я беру сухой чеснок Соль Немного соли Сухой лук Чили-перец Добавляю рыбный соус Для того, чтобы усилить вкус морепродуктов Кунжутное масло Теперь я беру кинзу Не пугайтесь, что я добавил сухие специи Сухие специи, они хорошо себя ведут при тепловой обработке В этом фарше, потому что он такой сочный достаточно В эти специи попадает вода Они начинают раскрываться, обволакивать продукт У них очень сильный вкус И достаточно такая приятная ароматика Теперь, конечно же, перец Немного свежемолотого перца Фарш должен быть такой насыщенный, пряный Понимаете, чтобы когда вы ели, у вас прям по рецепторам Бам! Сразу нокаут В мозг сразу такие вкусная еда Вот это вкусно Потому что вообще вся азиатская еда ядреная, пестрая, очень яркая И здесь вы, наверное, уже поняли то, что будет легкая азиатская нотка Если ее можно назвать легкой Немного масла еще добавлю Чтобы было посочнее Посмотрите, вот такой фарш И теперь самое интересное Тесто отдохнуло Я беру немного муки И оп Тесто И смотрите, я теперь из теста делаю колбаску И теперь для того, чтобы мне приготовить каждую бузу По 30 граммов мне надо поделить Но смотрите, где-то это приблизительно, наверное, вот так Вот такие шарики я скатал Плюс-минус 30 граммов Посмотрите, у него такой шарик И вот таких шариков у меня здесь Раз, два, три, четыре, пять, шесть Каждый шарик нужно раскатать Блинчик в диаметре должен быть 8 сантиметров, наверное, где-то так Бузы лучше всего лепить, когда краешки теста будут тоненькими А посередине будет тесто немного толстовато Вы берете к себе Вот так прикатываете скалку И начинаете вот так краешки подравнивать Тесто раскатывается Краешки становятся тоненькие А серединка становится толстым Так, это первое Ну и далее Одну за одной я раскатываю Для того, чтобы получить такие интересные блинчики Я вам уже до этого говорил, что этому блюду 400 лет И есть очень много различных историй, как это блюдо появилось Одна из историй такая, что в 16 веке, когда бурятки принимали буддизм Им в подарок приготовили вот это блюдо, которое называлось бузы На каждом изделии было 33 защипа И именно эта цифра 33 символизировала 33 складки на одежде буддийских монахов Есть еще одна версия Сами буряты придумали это блюдо И форма бузы символизирует их традиционное кочевое жилье Которое называется юрта У юрты круглая форма, а сверху отверстие для того, чтобы когда вы готовите там еду в юрте Например, весь дым, пар у вас уходит наверх Юрта обогревается, всем вкусно, тепло и весело Ну а сейчас самая кульминация Блинчик раскатал, слегка смочил края Начинаю защипывать края, немножко их подтягивать к себе Большим пальцем я прикрываю фарш Для того, чтобы он у меня не лез на краешки Начинаю вот так вот защипывать И получается буза Я, как говорится, не бурят, да, я только учусь Мне кажется, неплохо получается Немного нетрадиционные, но все же очень вкусные, поверьте мне Итак, блинчики Кладу сюда начинку, ну и, соответственно, делаю то же самое Начинаю защиплять бузочку И так большим пальцем собираю складочки Для того, чтобы получилась ровная сторона Подгибаю Вторая готова Мало, наверное, кто делает действительно 33 защипа Это, наверное, какие-то, знаете, там вот прям такие трушные буряты Которые готовят это блюдо каждый день Но вы знаете, вообще в буддизме цифра 33 – это не больше, чем миф Она ничего не значит, поэтому я думаю, что, может быть, и не стоит привязываться к этой цифре Главное – делать это с любовью, с хорошим настроением и с позитивной энергетикой Тогда обязательно ваши бузы будут очень вкусные и классные Большой палец придерживает начинку Остальные пальцы собирают складочки вокруг этого пальца большого Потом это подворачивается для того, чтобы был выход для пара Разные бузы можно, наверное, встретить, но вот таких экстремальных прикольных черных вы навряд ли где-то найдете И дальше уже по конвейеру я начинаю делать остальные три штуки Вообще у бурятов есть такая традиция, когда они готовят это блюдо на какой-то праздничный стол Они делают бузу с сюрпризом Кому эта буза попадет, тот и будет счастливый Они могут туда положить монетку, кусочек перчика могут положить, приправу Поэтому, ну как сказать, счастье нужно всем Поэтому я делаю себе последнюю бузу с таким сюрпризом Собираю ее Счастливый чили перец для счастливой бузы Теперь настало время ставить бузы на пар Я беру масло, добавляю немного масла в тарелку Каждую бузу обмакиваю вот так вот в масло Для того, чтобы они у меня не пристали ко дну пароварки На всякий случай это можно сделать И теперь, проварка Ставлю бузы, авторские, понимаете, черные, эксклюзивные бузы Закрываю крышечкой и ставлю на пар на 10 минут Пока могу прибраться и приготовить соус Для соуса понадобятся вот эти черные бутылочки Соевый соус, концентрированный соевый соус, я уже пробовал его Смотрите, я наливаю соевый соус и разбавляю где-то его один к одному Потому что действительно очень соленый этот соевый соус Далее, кунжутное масло Густоватое, маслянистое, вот тогда это хорошее кунжутное масло Лимон или лайм, что вам нравится Соус должен быть такой кисловатый Прекрасно Теперь я добавляю чили-перец Сам фарш у меня получился не очень острый Даже несмотря на то, что я туда добавил сухой чили Остроту вы можете уже догонять Благодаря как раз таки соусу, который вы сделаете На самом деле, к бузам раньше давали соус в основном на основе сметаны и чеснока В последнее время дают просто соевый соус Я решил сделать более такой традиционный азиатский соус Здесь будет и кислота, и острота, и соль, и соя Все, что мы так любим Добавляю кинзу По большому счету все готово Мелко я вот так вот ее режу Опа! Бузы прозвенели Соус я приготовил Оле! Оп! У-у-у-у! Красавцы! Выкладываю, смотрите, как красиво Беру бамбуковый лист Наливаю соус Как я и говорил, чернее ночи Смотрите, выкладываю бузы Так, какая красота у меня получилась Черные бузы с морепродуктами и с таким замечательным соусом И сейчас я их, конечно же, попробую Наливаю немножко соуса внутрь Как вообще правильно едят бузы, да? Сначала откусывают низ, выпивают весь сок А потом съедают все остальное С вашего позволения, так и я Посмотрите, креветка, треска и кальмар Специи, чили-перец Чили-перец здесь не тот Не тот, который был в счастливой бузе Ну что, теперь не повезет? На самом деле, мне сегодня повезло Я попробовал вкусные, оригинальные и интересные бузы Которые я приготовил на ваших глазах Попробуйте приготовить то же самое Это не так сложно Ну, конечно, кроме лепки Но если вы набьете руку, у вас это будет быстро и отлично получаться Желаю вам приятного аппетита До новых кулинарных путешествий Пока! Счастливая буза, где ты? Где ты, ребята? Налетай! Кому она достанется? Ну, где вы? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин